Батарея салютов, летающие фейерверки, фестивальные шары. Перед Новым годом на эти и другие пиротехнические изделия у смолян большой спрос. Это все здорово, прекрасно. Как же Новый год без салютов? Вчера знакомые купили, сегодня я. По словам сотрудников МЧС, смоляне при выборе пиротехники обращают внимание лишь на высоту выстрела и количество залпов. Хотя в первую очередь их должна волновать собственная безопасность. По степени опасности вся пиротехника делится на несколько классов. Самые мощные из них это пиротехнические ракеты и салютные батареи. Радиус опасной зоны 30 метров. Следующие это наземные фонтаны и петарды. Опасная зона 5 метров. А вот бенгальские свечи и хлопушка с конфетти самые безопасные. Главное отнести их от лица на расстоянии вытянутой руки. Однако в предпраздничной суете о правилах безопасности мало кто вспоминает. Как результат десятки несчастных случаев. Пик повреждений петардами и другими техническими смесями приходится на новогодние праздники. То есть это с 1 по 10 января где-то так и 31 в том числе. Значит где-то за прошлый год поступило где-то около только на этих новогодних праздниках 23-25 человек с повреждениями различной степени тяжести. Это в основном тяжелые повреждения кисти, нередка травма с повреждением глаз. Чтобы избежать нежелательного для себя исхода во время покупки пиротехники специалисты рекомендуют обратить внимание на внешний вид и упаковку изделия. Она должна быть без вмятин, без каких-то грязевых потеков. Дальше на коробке должна быть инструкция о правилах пользования пиротехнического исследования, срок годности пиротехнического изделия. Обратите внимание на поджигательное устройство, то есть фитиль, чтобы он был герметично запакован. И самое главное правило, необходимо покупать пиротехническое изделие только в специализированных магазинах. Также смолянам не стоит забывать и о том, что запуск петард и салютов в областном центре разрешен в строго отведенных местах. В Смоленске таких площадок планируется три, по одной на каждый район города. Определены они будут уже на следующей неделе. За нарушение правил запуска фейерверков в городской черте предусмотрен штраф. Денис Адохин, Артем Едов, Вести Смоленск.